Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередное видео по работе с натуральным карбоном. На примере вот этой салонной вставки мы вам покажем все этапы по ламинации карбона. Мы покажем весь процесс работы с этим заказом. В конце видео также расскажем о расходе материалов, себестоимости заказа и прибыльности данного дела. Так что обязательно досмотрите это видео до конца. Желаем вам приятного просмотра, ну а мы начинаем работу. Сперва мы наносим на деталь риску. Обычно это крупная риска 80. Для удобства я ее взяла на машинку и начинаю наносить риску. При помощи термоклея и гвоздей закрепляем деталь на пенопласти. После нанесения риски начинаем обезжиривать деталь. Клеевая смола смешивается в соотношении 3 к 1 по весу. Первый слой, он у нас приклеечный, на него мы будем клеить ткань. Время сушки на отлипу этой смолы 3 часа 50 минут. Когда пройдет это время ткань можно будет наносить на деталь. По прошествии 4 часов смола приобрела состояние на отлип и мы можем спокойно начинать приклеивать ткань. Так как деталь простая, стыков здесь делать не нужно, просто укладываем ткань по геометрии детали. Уложив ткань, начинаем ее фиксировать по краям малярным скотчем с обратной стороны. Детали с наклеенной тканью обычно оставляем на ночь 12 часов хватает, чтобы ткань нормально зафиксировалась на детали. После 12 часов ткань приклеилась, начинаем наносить линзу. Для линзы используем смолу густую в соотношении 2 к 1 по весу. После нанесения проходим горелкой. Нечислойная сушка у смолы для линзы 1 час 10 минут при комнатной температуре. С момента нанесения последнего слоя прошли сутки. Теперь наступает этап посттверждения. Он происходит в печи 6-8 часов при 60 градусах по Цельсию. После того, как деталь посттвердилась, начинаем вырезать края при помощи фрезы. Фрезой обрезаем с небольшим запасом карбон, чтобы потом можно было вручную все довести. Большую часть карбона срезали гравером, дальше доводим все вручную либо при помощи машинки. Стачиваем карбон теперь до пластика, примерно как-то вот так. После того, как подготовили края, начинаем выровнять поверхность. Для этого используем рубанок с наждачкой. Начинаем с градации 180. Таким образом. После того, как поверхность у нас стала ровной, нам нужно перебить риску. Для этого нам понадобится два круга. Один градацией 320, другой 400. Начинаем с 320. Для этого берем мягкую подложку и машинку. Ставим теперь вместо 320 риску 400 и проходим еще раз. После 400 круга у нас идет губка 220 с водичкой. Финальное перебивание риски. Далее идет процесс обезжиривания. После того, как лак высох, матируем его глубкой 220. Подготавливаем к новому цеху лака. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы обещали рассказать про себестоимость данного заказа. Сумма за сволу и ткань в районе 1200 рублей. Готовое изделие клиенту вышло в 20000 рублей. Все материалы можно купить у нас на сайте, либо на marketplace. Сахарозон или в адресе. Всем удачи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА